МИФ И ПРАВДА Автор Асмунд Касперсон Глава номер 5. Закрытая дверь Текст читает Коновалов Павел В течение семи лет Елена Уайт, ее муж и несколько других пионеров адвентизма верили, что дверь благодати закрылась 22 октября 1844 года, и что после этой даты для мира и грешников не осталось больше благодати. Для того, чтобы подтвердить это, Елена Уайт предъявила полученные ею видения. Это была так называемая закрытая дверь. В течение семи лет ранние адвентисты работали исключительно в пределах своего собственного круга, который они называли небольшое стадо или остаток. Не существует документации, показывающей, что эти ранние адвентисты работали для людей вне общины. Они думали, что это было бесполезным, поскольку дверь благодати закрылась для всех остальных. Примерно к 1848 году довольно много адвентистов отказались от теории закрытой двери, но Джеймс и Елена поддерживали ее, главным образом из-за ее видений и теории Джозефа Бейтса, который написал в трактате, что семь лет посредничества в святое святых на небе должны были пройти для небольшого стада с октября 1844 года по октябрь 1851 года. Но дверь благодати была закрыта для мира в течение этого периода. Примерно в 1850 году теория закрытой двери стала издавать скрип, так как Джеймс и Елена Уайт допустили небольшое ее, то есть дверь открытия, чтобы позволить войти некоторым аутсайдерам, главным образом собственным детям пионеров адвентизма, которые родились после 1844 года, а затем позволить войти и некоторым аутсайдерам, которые также захотели присоединиться к небольшому стаду. И, наконец, примерно в 1851 году Джеймс и Елена Уайт широко распахнули закрытую дверь для всех. Они подробно исследовали, что была какая-то ошибка, связанная с их теорией закрытой двери. Но эпизод породил проблему, совсем не меньшую для Елены Уайт, чем видение, подтверждавшее ересь. Что же они собирались делать теперь? Ее откровения о закрытой двери были взяты на печать в таких публикациях, как «Дневная звезда», «Послание к остатку, разбросанному вовне», «Слово к небольшому стаду» и «Настоящая истина». Будут ли эти видения теперь отвергнуты? Эти ранние сочинения стали основой для последующих публикаций, и было принято легкое решение для редактирования всего предыдущего – удаление всех утверждений, касающихся закрытой двери. Никоим образом им не будет позволено появиться в таких книгах, как «Христианский опыт и видение» и «Ранним произведением». Книгах, которые по большей части были созданы из материала этих ранних публикаций, и которые были изобилующими ссылками на закрытую дверь. Для того, чтобы сохранить образ появляющейся пророчицы, этот компрометирующий материал должен был быть забыт как можно скорее. Для ранних адвентистов, включая Джеймса и Елену Уайт, наконец-то дошло, что теория закрытой двери являлась грубой ошибкой. Но что же тогда получается с видениями Елены Уайт, которые подтверждали ошибку? Если ее ранние видения были от Бога, тогда и последующие видения были также от Бога. Но если ее ранние видения были не от Бога, тогда вообще никакие ее последующие видения не были от Бога. Очевидно, они получили сигналы к дилемме. Елена Уайт не сделала шага назад, сказав, я ошибалась. Эти видения не сообщали мне правду. Люди тогда будут говорить, как? Если видения были не от Бога, тогда вы ложный пророк. Такое отступление, конечно, являлось бы честным, но повредило бы ее правдоподобию как пророка. Самым простым решением было удалить все случайные утверждения из ее видений, что позволило бы целому эпизоду бесшумно исчезнуть в одной могиле. Мы собираемся подтвердить несколько свидетельств ранних адвентистов, относящихся к теории закрытой двери. Цитата. Мы совершили нашу работу, предупреждая грешников и пытаясь пробудить формальную церковь. Бог в своем провидении закрывает дверь. Мы можем только расшевелить друг друга, быть терпеливее. Конец цитаты. Уильям Миллер в «Адвентистском вестнике» 11 декабря 1844 года. Миллер, однако, долго не придерживался этой теории. В декабре 1844 года Елена Гармон получила свое первое видение, которое, между прочим, поддерживало теорию закрытой двери. Тем не менее, это видение так и не было опубликовано до января 1846 года. Здесь Елена Гармон описывает узкий путь, по которому они, то есть адвентистский народ, шли по направлению к небесному городу. Безбожников, однако, постигла иная судьба. Цитата. Свет, сопровождавший их сзади, погас, погрузив их ноги в великую темноту. И они спотыкались, упускали из вида ориентир и теряли из вида Иисуса, ослабевая, падали вниз в темный и плохой мир, находившийся под ними. Это было просто невозможным для них снова встать на путь и идти в небесный Иерусалим, так как весь плохой мир был отвергнут Богом. Конец цитаты. Слово к небольшому стаду от 1847 года. Страница номер 14. Акцент поставлен. Сравните это с ранними произведениями. Страница 14. Где находится предложение. Цитата. Конец цитаты. Это было ее первое видение. Позднее Елена Уайт получила гораздо больше видений, подтверждавших ее первое видение. Одним из пионеров адвентизма, который стал свидетелем подобного видения в ее доме, был Джон Мегуайр. Цитата. Мы хорошо знаем Елену Уайт, в то время являвшейся визионисткой в штате Мэн. Что касается ее первых видений, которые она получила, то они произошли в моем доме в Польше. Она сказала о том, что Бог сообщил ей в видении, что дверь благодати закрылась, и не существует более шанса для мира. И она сообщит о тех людях, которые получили отметку на свою одежду. И те отметки были получены такими людьми из-за того, что они спрашивали по поводу ее видений, были ли они связаны с Господом или нет. Затем она должна будет сообщить им, что делать или какие необходимо выполнить обязательства, чтобы снова попасть под Божью милость. Затем Бог должен показать ей через видение, кто был потерян, а кто был спасен в различных частях штата, в соответствии с тем, приняли ли они или отвергли ее видение. Она смогла подмять под свое влияние, точно так же, как любой человек в мире, занимающийся месмеризмом. Конец цитаты. Джон Мэк Гуайер со ссылкой на Майлза Гранта. Исследование видений миссис Елены Уайт от 1877 года. Здесь акцент поставлен. Это полностью идет вразрез с гармонией со Священным Писанием. В Библии нигде не говорится о том, что люди будут спасены или будут потеряны из-за их веры в видение Елены Уайт. Это сплошная бессмыслица. Люсинда Бердик хорошо знала Елену Уайт. Было несколько случаев, когда она держала голову Елены Уайт на своем колене, пока та была в видении. Позже, в своей жизни, Люсинда Бердик напечатала ее видение в двух различных публикациях. Цитата. Я познакомилась с Джеймсом Уайт и Еленой Гармон, теперь миссис Уайт, в начале 1845 года. У Елены происходило то, что называлось видениями. «Вышеуказанный Бог показал ей в видении, что Иисус Христос появился в десятом дне седьмого месяца 1844 года и закрыл дверь благодати, оставив навсегда посреднический трон. И целый мир был обречен и потерян, и никакой грешник не мог быть там спасен». Конец цитаты. «Истинная суббота», страница 72, и здесь акцент поставлен. Цитата. «У Елены Уайт было то, что называлось видениями, а вышеуказанный Бог показал ей в видении, что Иисус Христос появился в десятом дне седьмого месяца 1844 года и закрыл дверь благодати, оставив навсегда посреднический трон. «И целый мир был обречен и потерян, и никакой грешник не мог быть там спасен». «Если эти видения, которые она сейчас имеет от Бога, были первыми, и если эти первые видения были от Бога, дверь благодати с грохотом закрылась в 1844 году и горе бедным грешникам по ту сторону за ней, но мы знаем, что Бог не лжет, а некоторые из них лгали, согласно моему определенному знанию. Бог не противоречит сам себе, а ее видение противоречит друг другу. «Мне было сообщено, что они остались отвергнутыми на этом берегу, потому что она когда-то видела, что дверь благодати закрылась. Но есть тысячи живых свидетелей, знающих, что это очерненная ложь, которую не надо изобретать, и я являюсь одной из их числа». Конец цитаты. Люсинда Бёрдик в книге Исаака Уэлкома «Мировой кризис» от 1874 года. Здесь акцент поставлен. В 1908 году она повторила свои свидетельские показания, которые на этот раз были подтверждены нотариусом. Цитата. «Впервые я услышал о миссис Елене Гармон, впоследствии миссис Елена Уайт, ранней зимой, в январе или феврале 1845 года, когда мой дядя Джози Литтл пришел в дом моего отца и сообщил, что он видел одну женщину по имени Елена Гармон в процессе получения видений, которые, как она указывала, были от Бога. Он сказал, что она объявила, что Бог открыл ей то, что дверь благодати закрылась навсегда, и что в дальнейшем не было никакого шанса для спасения грешников. Это вызвало у меня большое неудобство и терзание ума из-за того, что я не был крещен, и мое юное сердце было в значительной степени очень обеспокоено вопросом моего спасения, если дверь благодати действительно закрылась. В течение 1845 года я встречал миссис Елену Гармон несколько раз в доме моего дяди в Южном Уайтхэме, штат Мэн. Первая из этих встреч состоялась в мае месяце, когда я услышал, что она объявляет, что Бог открыл ей, что Иисус Христос вернется на эту землю в следующем месяце, в июне, в течение сезона жатва. Я снова посетил ее в компании с Джеймсом Уайтом в том же самом месте, и слышал, как мой дядя спросил ее о том, что вдруг Господь не появится в июне согласно ее видениям. Она ответила, что ей было сообщено на ханаанском языке, который она не понимает, но к пониманию которого она пришла с того раза, что Христос вернется в сентябре ко второму роста урожая вместо первого. В течение осени 1845 года я снова посещал своего дядю Джозиэлитва в Южном Уайтхэме, штат Мэн, В одной из субботних ночей, октября, группа из шести человек пришла в дом моего дяди ради воскресного развлечения. Среди них были Джеймс Уайт и Елена Гармон. Этой ночью я разместился в компании с миссис Мэри Бодж и мисс Гармон. Елена много говорила о своих видениях, и я выразил серьезное желание увидеть, как она получала одно из таких. На следующее утро, в воскресенье, в присутствии моей персоны и других людей, мисс Бодж упрекала Джеймсу Уайта за его совместные путешествия вместе с Еленой Гармон и предложила ему принесение покаяния. Ведь упорство в таком случае – это скандал для Христа по этой причине. И он отстоял свою точку зрения, настаивая на том, что это его обязанность – заботиться о ней, чтобы она могла объявлять свои видения. Он сердито возмутился выговору миссис Бодж и отрицал любые намерения вступать в брак, что немного деформировало то, что являлось его точными словами, на которые он указывал по отношению к ней, сидя на стуле. Спустя некоторое время, после окончания этой полуденной службы, Мэри Бодж, Елена Гармон и я спустились в рощу для продолжительных молитв. Пока я был погружен в молитву, неожиданно Елена Гармон распласталась на жесткой земле, мисс Бодж немедленно послала за Джеймсом Уайтом, кто, по ее мнению, был единственным человеком, кто мог говорить с нею в то время, как один из них будет записывать видение по буквам. Он и множество других людей поспешили к месту, и он немедленно начал задавать ей большое количество вопросов. В течение этого транса я услышал, что Елена Гармон объявляет, что Иисус Христос поднялся с места благодати и вошел в святое святых на небе, и что дверь благодати закрылась навсегда, и что беспомощный мир был обречен. Она также объявила, что дьявол присвоил обладание местом благодати и обманывал людей, которые молились во имя Святого Духа, рассчитывая на определенную живительную силу, и которую они ошибочно принимали за мощность Святого Духа. Эти высказывания она повторила несколько раз. Данное состояние транса продолжалось более чем один час, и один из присутствующих обратил внимание, что судя по собирающейся рассе, они могут замерзнуть. Уайт сказал, «Я полагаю, что желанием Господа будет перенести ее отсюда». И немедленно она очнулась и стала вести себя по-обычному. Конец цитаты. Люсинда Бердик, 26 сентября 1908 год. Здесь акцент поставлен. Отис Николс верил в видение Елены Уайт, и он лично засвидетельствовал некоторые из них. Цитата. Ее сообщение способствовало тому, чтобы они сохранили веру в течение семимесячного путешествия, и тому, что наша работа была сделана для номинальной церкви и мира, а то, что оставалось быть выполненным, касалось уже семейной веры. Конец цитаты. Отис Николс Уильяму Миллеру, 20 апреля 1846 год. Код документа ДФ-105. Взято из Артура Уайта «Ранние года», том 1, страницы 75-76. Здесь акцент поставлен. Гилберт Гренмер, другой пионер адвентизма, сделал похожее признание. Цитата. Доктрина закрытой двери сформировалась как часть доктрины церкви, то есть миссис Уайт увидела видение, что день спасения грешников был в прошлом, и те, кто полностью поверил, что ее видения исходили от Бога, также приняли эту доктрину. Конец цитаты. Гилберт Гренмер, 1854 год, со ссылкой на Коултера «История Божьей Церкви», страница 12.13, здесь акцент поставлен. Оуэн Кройзер, который был основателем в адвентизме учения святилища, подтверждает это. Цитата. Я придерживался соблюдения седьмого дня, почти год, примерно в 1848 году. В 1846 году я исследовал идею святилища в статье в дополнительном двойном номере дневной звезды Цинценатти, штат Орегон. Предметом этой статьи было то, что поддерживалась теория, согласно которой дверь благодати закрылась. Теория, которой я и практически все адвентисты, принявшие взгляды Уильяма Миллера, придерживались с 1844 года по 1848 год. Да, я знаю, что Елена Гармон, теперь миссис Уайт, придерживалась в то время теории закрытой двери. Искренне ваш, Оуэн Кройзер. Конец цитаты. Оуэн Кройзер к Конрайту декабрь 1887 года. Здесь акцент поставлен. Израиль Дэмон сообщает. Цитата. «Мы и прежде уже были знакомы с мистером и миссис Уайт и в течение некоторого времени доверяли ее видениям. Но хорошего в них всех много лет ничего не было. Когда мы видели, что они противоречили одну другому, мы все вместе отрекались от них и призывали наше слово к Господу. Это было около 20 лет или более с того времени, как мы связались с миссис Уайт. Но мы помним очень отчетливо, что ее первые видения или видения были сообщением ею и другим, особенно самой миссис Уайт, в связке с проповедованием теории закрытой двери или с обоснованием чего-то похожего. Под влиянием этого и проповедуя видения, она видела в одном из таких видений Рида и Израиля Дэмона, находящихся в царстве в бессмертном состоянии с венцами. После этого она видела их в окончательно потерянными. Как могли оба эти видения быть правдой? Я думаю, была только одна правда, как и другая, что Бог никогда не сообщал ей что-либо подобное. Конец цитаты. Израиль Дэмон со ссылкой на Майлза Гранта «Исследование видений миссис Елены Уайт» от 1877 года. Здесь акцент поставлен. Пастор Исаак Уэлком говорит, цитата, «Я слышал, что она связывает свои видения с указанными датами. Некоторые из них были опубликованы на бумаге с той целью, что все, кто не согласится с движением 1844 года, были потеряны, что Христос покинул трон благодати, и все, кто когда-либо существовал, запечатлены и нет других, способных раскаяться. Она и Джеймс учили этому один или два года». Конец цитаты. Со ссылкой на журнал «Adventist Currents» «Современный адвентист», том 3, секция 1, апрель 1988 год. Акцент поставлен. Фактически же, Джеймс и Елена Уайт учили этому не один или два года, а в течение семи лет. С 1844 года по 1851 год. Цитата. «Зимой того же года они объявили, что видение было только частично истинным, а в 1867 году они объявили, что оно было вообще неистинным». Конец цитаты. Карвер претензии к миссис Уайт. Это стало обычной процедурой, которая должна была быть проведена путем редактирования всех прочих предшествующих утверждений о закрытой двери. Корпорация по управлению имуществом Елены Уайт настаивает на том, что видение Камдена было сомнительным, но двое Эндрюс и Урии Смит настаивали на том, что оно было истинное. По крайней мере, оно находится в полной гармонии с тем, во что Елена Уайт и другие пионеры верили в это время. Октябрь 1851 года В 1850 году Джозеф Бейтс опубликовал трактат под названием «Типичные и нетипичные святилища», в котором он указал, что искупление Иисуса в небесном святилище произойдет в течение последних семи лет, полных с октября 1844 года по октябрь 1851 года и что это и будет кульминационный момент перед вторым пришествием. Он утверждал, что последние семь месяцев этого искупления являлись сбором святого. Поскольку как Джеймс, так и Елена Уайт имели большое доверие к знанию Джозефа Бейтса и нуждались в его влиянии, они без колебания приняли его теорию. Это ясно отражается в видениях Елены Уайт между 1850 годом и 1851 годом. В сентябре 1850 года за один год до того, как по утверждению Бейтса должны были закончиться тем самые семь лет, Елена Уайт получает видение, которое ясно отражает ее веру в теории Джозефа Бейтса. Цитата «Некоторые думают, что приход Господа состоится очень нескоро. Время продлилось на несколько лет дольше, чем они ожидали ранее. Следовательно, они думают, что оно может продолжиться еще на несколько лет более. Я видела, что время нахождения Иисуса во святое святых почти завершено, и что это время может быть последнее и продлиться ненамного дольше». Конец цитаты. Ранние произведения, страница 58, акцент поставлен. Поскольку они поверили, что Иисус вступил во святое святых в октябре 1844 года и прошло шесть лет с того времени, когда оно получило это видение, следовательно, остался один год из этих семи лет. Это соответствовало теориям Джосефа Бейтса, которые были опубликованы за несколько месяцев до того, как она получила это видение. То, что она увидела, не было откровением с неба, но являлось тем, чему она научилась у Джосефа Бейтса. Некоторое понимание скрытых частей ранней адвентистской истории объясняет значение этой истины и других аналогичных утверждений тех лет в книге «Ранние произведения». Другое ее видение от 27 июня 1850 года было немного еще более специфическим. Цитата. «Введение данным 27 июня 1850 года сопровождавший меня ангел сказал «Время почти закончилось, но сейчас время почти закончилось и то обучение, которое мы проводили годами, они должны провести в течение нескольких месяцев». Конец цитаты. Ранние произведения страницы 64-67 акцент поставлен. Со всей очевидностью Елена Уайт была обманута ошибочными теориями Джосефа Бейтса, смысл которых был в том, что время закончилось в октябре 1851 года, и что она получила видения, подтверждающие эти ошибочные теории. К этому времени, около 1849 года, пока они все еще были вовлечены в теорию закрытой двери, Джеймс начал опубликование книги, которую он назвал «Настоящая истина», и в которой он и другие пионеры адвентизма отстаивали, между прочим, эти ошибки. Цитата. «Примерно в это же время он начинал публиковать небольшую брошюру под названием «Настоящая истина». Обычно перед подготовкой их для почты мы делились ими перед Господом и серьезными молитвами, смешанными со слезами, молились, чтобы его благословение смогло посетить скромных посыльных». Конец цитаты. Свидетельство том 1 страница 88. Позднее, когда закрытая дверь открылась, становится необходимо молиться уже за эти настоящие правдивые произведения 1849-50-х годов. Памфлет «Слово к небольшому стаду», а 1847 года должен был быть похоронен и забыт как можно скорее, поскольку в нем они учили грубым ошибкам. Несколько месяцев перед окончанием 7 лет по Бейтсу в октябре 1851-го года, до Джеймса и Елены Уайт снизошло, что теории, защитниками которых они были, являлись ошибочными и должны быть похоронены. Но это не было тем, что Елена Уайт говорила в ее свидетельстве, на которое ссылалась. В сентябре 1851-го года они опубликовали небольшую книгу под названием «Христианский опыт и видение». Джеймс и Елена Уайт взяли материал из книги «Слово к небольшому стаду» и из книги «Настоящая истина», не упоминая ни одного слова, откуда они скопировали материал. В книге «Христианский опыт» все ссылки на закрытую дверь и другие сомнительные вещи были напрочь удалены. Памфлет «Слово к небольшому стаду» и книга «Настоящая истина» 1849-50-х годов, не говоря уже о дневной звезде и молниеносной публикации 1846-го года «Остатку разбросанному за границей» были похоронены так хорошо, что даже Урии Смит не знал об их существовании, пока не прошло 28 лет спустя. Слово к небольшому стаду привлекло его внимание в 1868-м году по прошествии 19 лет с того момента, когда оно было написано. Эти произведения содержались в тайне, что только несколькими руководящими братьями было узнано об этом, и остальная часть церкви никогда не слышала о них совсем. Было важным держать все это в секрете, поскольку публикации содержали ересь, подтверждаемые видениями Елены Уайт. Ранние произведения Книга «Ранние произведения» была опубликована в 1882 году издательством Review&Garold. Президент Генеральной Конференции Джордж Батлер писал следующее в обзоре. Цитата «У этого дела нашлись неприятели, которые, не испытывая никаких болей для того, чтобы сломить веру наших людей в свидетельство Духа Божьего и искренний интерес к произведениям сестры Уайт, было применено все возможное для достижения того факта, что ее ранние произведения не были доступны. Они рассказали множество вещей о нашем подавлении этих произведений, как будто мы стыдились данных произведений. Некоторые постарались обставить это появление таким образом, словно оно было чем-то нежелательным, что касалось их самих, и чего мы боялись вынести это на дневной свет, и что мы тщательно держали это в тайне. Эти лживые инсинуации стали ответом на вопрос о том, какую они должны преследовать цель, обманывая некоторые неосторожные души. Теперь они проявились в своем реальном характере, опубликовав несколько тысяч копий этой запрещенной книги, которую наши неприятели представили таким образом, словно мы очень хотели ее скрыть. Они настаивали, что очень озабочены тем, чтобы получить эти произведения с целью показать ошибку, которая предположительно была найдена. Теперь у них есть такая возможность. Конец цитаты. Батлер, адвентистский обзор, 26 декабря 1882 года. Вскоре, после того, как были опубликованы ранние произведения, Лонг публикует трактат под названием «Сравнение ранних произведений Миссис Уайт с последующими ее публикациями». Лонг сообщает, цитата, «Исходя из вышеуказанных цитат, мы собираемся сделать следующие выводы. Во-первых, эти ранние произведения Миссис Уайт были опубликованы под ее надзором и с ее полным одобрением. Во-вторых, они содержат все ее ранние видения. В-третьих, те, кто предъявляет, что определенные части ее ранних видений были запрещенными, являются лгунами с того времени, когда сейчас они все переизданы». Конец цитаты. А Лонг акцент поставлен. В таком случае мы собираемся увидеть, что уже оба, как Батлер, так и Лонг являются лгунами, о чем, вероятно, они и не знали. Уже в первом видении, связанном с книгой ранние произведения, четыре строки из тридцати стрех были удалены. После этого из семидесяти двух строк двадцать две строки были удалены, спускаясь немного ниже, были удалены две строки, восемь строк немного ниже, нетронутые, а далее девять строк было удалено. Наибольший материал, который был удален, относился к закрытой двери, но также и другим сомнительным вещам. Оригинальное неотредактированное видение было напечатано в дневной звезде 24 января 1846 года и в молниеносной публикации от 6 апреля 1846 года остатку разбросанному вовне, а также в слове к небольшому стаду от 1847 года. Видение Камдена полностью опущено в ранних произведениях, это целое видение в изобилии содержало идеи о закрытой двери и удалении коснулось того материала, который в последующем был бы неприемлем и почти ничего не было оставлено. Видение, которое попало в книгу «Настоящая истина» 1849 года от августа было включено в ранние произведения, но 8 строк, связанные с закрытой дверью, были удалены. В книге «Настоящая истина» от ноября 1850 года три колонки были посвящены другим видениям Елены Уайт, две колонки видений из ранних произведений здесь уже были напрочь опущены. Произведенные утверждения Батлера и Лонга о том, что ранние произведения содержали все ранние видения и ничего не было удалено, со всей ясностью являются ошибочными. Любой человек, кто обладает книгой «Слово к небольшому стаду» и книгой «Настоящая истина» от 1849 50-х годов могут проверить сами себя, сравнив их с ранними произведениями. Но сколько церквей адвентистов седьмого дня слышали об этих произведениях, не говоря уже о том, что читали их? Елена Уайт пытается отвергать В 1874 году и позже Елена Уайт пытается отвергать в своих видениях все то, что имело отношение к теории закрытой двери. Цитата «Дорогой брат Лакбаро, я тем самым свидетельствую в страхе перед Богом, что предположение Майлза Гранта, миссис Бердик и других в опубликованном кризисе не являются истиной. Что касается утверждений якобы моего курса по отношению к 44 году, то таковые являются ложью. С моими братьями и сестрами после того, как минул 44 год, я не верила в то, что грешники больше не будут преобразованы, но я никогда и не получала видение, что грешники больше не должны быть преобразованы. И я чисто и свободно указать, что никто никогда не слышал, что я так говорю, или не читал подобных написанных моей рукой утверждений, которые оправдали бы их в предположениях, сделанных против меня по этому поводу. Конец цитаты. Письмо номер два от 1874 года. Акцент поставлен. Она не сообщает истину в своем утверждении. В книгах слово к небольшому стаду и настоящая истина она утверждала точно то, чего она теперь отвергает, и эти ранние утверждения были основаны на ее видениях. Цитата. Там мне было показано, что заповеди Бога и свидетельства Иисуса Христа имеют отношение к закрытой двери и не могут быть разделены. Сопровождавший меня ангел предложил мне искать тяжелого труда для душ грешников, который мог бы быть использован для этого. Я искала, но не могла его увидеть в течение времени для их спасения в прошлом. Конец цитаты. Настоящая истина. 1849 год, август. Акцент поставлен. Пожалуйста, отметьте, что она сообщает, что грешники не могли быть больше сохранены. Елена Уайт не сообщает истину в ее утверждении от 1874 года, и она приводит небо как свидетели этому. Цитата. Это было просто невозможным для них снова встать на путь и идти в небесный Иерусалим, так как весь плохой мир был отвергнут Богом. Конец цитаты. Слово к небольшому стаду от 1847 года. Страница 14 акцент поставлен. Это было ее первое видение, которое было связано с публикацией «Слово к небольшому стаду от 1847 года и с более ранними публикациями. Почему она удалила из своего видения предложение о Боге, отвергшего плохой мир, когда она поместила это видение в ранние произведения от 1882 года? Почему она удалила все нежелательные предложения о закрытой двери и так далее из ее ранних видений, когда этот материал был помещен в последующие книги? Некоторые скажут «Мы ничего не можем найти об этом». Конечно нет, но откройте оригинальные произведения периода 1846-1850 годов и вы найдете это там. Зачем удалять весь этот материал из небесных видений, если у нее были чистые руки? С истинными видениями от Бога не должны проводиться манипуляции подобным образом. Когда Бог дает видение, пророк обязан передать видение настолько просто, чтобы ничего не привело к ереси из-за того, что пророк неправильно понял видение, считая необходимым отредактировать это видение. Цитата «И отвечал мне Господь и сказал «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Конец цитаты. «Авакуум 2.2». Кроме того, Елена Уайт имеет множество свидетелей против нее же самой. Все они говорят о схожем и, вероятно, есть несколько других, которые вообще не были опрошены. Со слов двух или трех свидетелей случай должен быть установлен. Цитата «Недостаточно миров адвентизма». Для того, чтобы сохранить репутацию Елены Уайт, необходимо было заварить кашу пути отхода и редактирования видений, что являлось для них наилучшим решением». Цитата. «Я знаю, что не было ничего такого, чтобы у Тернера выходил его труд. Я знала, что он отдавал от себя что-то подобное, и оно находилось в нашем доме, но я не знаю, что там было, и я не читала ни слова в этом труде. На следующее утро очень рано пришел Тернер, сказав, что он совершил опрометчивость, выехав на короткое время из города. Он хотел, чтобы я ему рассказала, что Бог показал мне в видении. Со страхом и дрожью я сообщил ему все. После того, как я поведала ему это, он сказал, что он говорил о том же прошлым вечером. Я обрадовалась такому признанию, так как ожидала, что он появился свидетельствовать против меня». Конец цитаты. Елена Уайт к Джозефу Бейтсу 13 июля 1847 года. Акцент поставлен. Из этого приведенного письма мы должны отметить следующее. Первое. Елена Уайт допускает, что она знала о памфлете Тернера и что этот памфлет был в их доме. Второе. Но она отвергает, что читала его. Третье. Джозеф Тернер не знал о видении Елены Уайт, так что он напросился к ней для того, чтобы узнать о видении. Четвертое. После того, как было услышано связанное с Еленой Уайт видение, он сообщил ей, что говорил прошлым вечером точно об этом же. Пятое. Елена Елена Уайт обрадовалась, когда узнала, что Джозеф Тернер верил в то же, во что и она. Как мы увидели, остальная часть письма описывает собрание, где присутствовали несколько людей. Некоторые из них не верили в закрытую дверь. Затем Елена Уайт получает видение, подтверждающее им эту теорию, и наиболее сомневающиеся принимают видение и подтверждают веру в закрытую дверь. Отрицание Елены Уайт того, что она читала панфлет Тернера, в этой связи выглядит несущественным. Доктрина о закрытой двери являлась великой ересью, и видение Елены Уайт, подтверждающее доктрину, для тех, кто сомневался в этой ереси, ни в коем случае не было от Бога. Джозеф Тернер провозгласил закрытую дверь еще до Елены Уайт, поскольку Елена Уайт не получила данные видения от Бога, она должна была получить эти идеи от кого-то еще. Возможно, в конце концов, она прочитала адвентистское зеркало Тернера, или она могла от кого-нибудь в доме услышать что-то связанное с подобным содержанием. Она допустила то, что обладала в доме памфлетом Тернера, доказанным является то, что именно пророк мормонов Джозеф Смит в действительности был первым, кто провозгласил доктрину закрытой двери и что миллериты закрыли эту дверь в 1844 году. В 1883 году Елена Уайт попыталась объяснить грубую ошибку закрытой двери 1844-1851 годов. Цитата. В течение в течение некоторого времени после разочарования 1844 года я придерживалась как и большинство в адвентистском сообществе того, что в то время дверь благодати была навсегда закрыта для мира. Эта позиция существовала прежде чем я получила свое первое видение. Это было светом дарованным мне от Бога и оно исправило нашу ошибку и позволило нам увидеть истинную позицию. Конец цитаты. Избранные вести том 1 страница 63 акцент поставлен. Еще раз Елена Уайт сама себя ловит на лжи. Мы увидели, что это было самым первым видением, которое привело Елену Уайт и других пионеров адвентизма к ереси закрытой двери. Это просто ложь то, что она утверждает, что первое видение исправило ошибку. Это было как раз то видение, которое привело к их ошибке. Документация, посвященная этому, является очень чистой, но человеку необходимо найти оригинальные произведения и не отредактированные книги, для того, чтобы это увидеть. Мы также увидели, что несколько других и поздних видений подтверждали закрытую дверь. Письмо, адресованное Джосефу Бейтсу, сообщает об одном из подобных видений, и письмо к брату и сестре Хастингсон сообщает о двух подобных видениях. Кроме того, было несколько видений 1849-1850-х годов, включенных в книгу «Настоящая истина». Мы уже упомянули это. После первого видения все эти последующие видения суммировались для того, чтобы поддержать тех, кто сомневался в ереси закрытой двери. Совершенно ясно то, что Елена Уайт не сообщает истину о своем утверждении от 1883-го года. Видения закрытой двери стали смущающим материалом для Елены Уайт и для того, чтобы сохранить свою репутацию, она не повернула вспять, для того, чтобы признаться во лжи. Тем не менее, это только еще больше сводит на нет ее репутацию. Если мы должны принять ее утверждение от 1883-го года, тогда возникает другой вопрос. Если первое видение от декабря 1844-го года исправило ошибку закрытой двери, как она считает, тогда почему Елена Уайт и другие пионеры адвентизма продолжали цепляться за закрытую дверь в течение семи лет после первого видения, которое якобы исправило ошибку? Это, конечно, стоящее предположение. Согласно данному материалу, совершенно ясно, что Елена Уайт противоречит сама себе и задокументированным фактам и не сообщает истину. Позднее все апологиты Елены Уайт пытались объяснить грубую ошибку закрытой двери и ее провалившиеся ведения ранних лет адвентизма путем новой интерпретации ее ведений относительно закрытой двери. Они утверждают, что Елена Уайт неправильно поняла эти видения, в которых она поверила тому, что она увидела, как дверь благодати закрылась для мира в 1844 году, в то время, как в действительности случилось тогда то, что дверь в первое отделение небесного святилища была закрыта, а дверь во второе отделение была открыта. Они говорят, что Елена Уайт неправильно поняла видение. Тем не менее, это не решает проблему и фактически это только добавляет неразбериху, поскольку допускается новая ошибка, чтобы уничтожить старую. Библия нигде не говорит о том, что дверь в первое отделение была закрыта в 1844 году и что Иисус в это время вступил во святое святых. Это является неправильным пониманием Откровения 3.7 и Откровения 11.19. Эта точка зрения не находится в гармонии с посланием к евреям апостола Павла. Видения Елены Уайт о закрытой двери были грубой ошибкой, которая не исходила от неба. И в большей или меньшей степени принадлежала миллеритам фанатикам. Эта грубая ошибка, допущенная отчасти самой Елены Уайт, вызвала в значительной степени у разумных лиц вопросы относительно этих видений. Но когда такие вопросы поднимались, она всегда отвергала, что читала какой-либо материал, который со всей очевидностью она должна была прочитать или о котором что-либо знала. Другим примером этому являются введения реформы здоровья от 1863 года. Дополнительно об этом расскажем позже.